КАМАЗ запустил собственный испытательный полигон, расположенный непосредственно возле научно-технического центра компании. Теперь любому инженеру, чтобы провести дорожные тесты, будет достаточно просто выйти из офисного здания. На полигоне площадью 11 гектаров есть подъемы тарированной крутизны, 800-метровая четырехполосная прямая, а также разные типы дорожных покрытий, включая бельгийскую мостовую и базальтовую дорогу. Для тестов беспилотной техники в свою очередь построен небольшой городок. Между тем, в ближайших планах грузового автогиганта значится выпуск сверхтяжелых самосвалов поколения К5, грузоподъемностью свыше 25 тонн. Это весьма лакомый кусок рынка, который прежде занимала строго европейская техника. Так европейцы первыми придумали строить майнинговые грузовики. Это тяжелые версии обычных самосвалов, что отличаются усиленными рамами, вместительными кузовами и мощными моторами. Они успешно заменяют собой привычную карьерную технику. Правда, чтобы отвоевать рыночную нишу, придется провести большую модернизацию дочернего нефтекамского автозавода. Это предприятие изначально создано под выпуск стандартных самосвальных платформ, а теперь от него потребуются кузова большей кубатуры. Например, в списке перспективных разработок есть пятиосный гигант, способный брать на борт 65 тонн породы, а его полная масса достигает 95 тонн. В движение новинку приводит камазовская шестерка, форсированная до 550 сил. Машина оснащается 30-кубовым кузовом шириной больше 3 метров. Такой нужен, чтобы внутрь спокойно помещался трехметровый ковш погрузчика. При цене около 20 миллионов рублей подобный самосвал обойдется дешевле, чем БелАЗ аналогичного тоннажа. Еще одна любопытная новость пришла из Челябинска, где тракторный завод ДСТ Урал представил бульдозеры, оборудованные электромеханической трансмиссией. В чем суть новшества? Ярославский 240-сильный турбодизель ЯМЗ-536 вращает генератор, от которого, в свою очередь, запитаны тяговые электромоторы. В итоге трактор расходует на 20% меньше топлива, а максимум крутящего момента доступен уже при нулевой скорости. Кроме того, в трансмиссии нет ни рабочей жидкости, ни элементов трения, за счет чего снижается стоимость обслуживания и увеличиваются межсервисные интервалы. ДВС работает на постоянных оборотах, что повышает ресурс силового агрегата.